всем еще раз привет сегодня у нас 5 июня 2020 года вечер солнышко садится степном крыму садится солнышко красота ветер продолжает дуть он будет дуть несколько дней температура 30 градусов за 30 поэтому хотел показать как зацветает эта трава который по степи я показывал вся степь короче это соленая степь вся усеяна вот этой травы короче сейчас когда деревья деревья еще цветут пока пчела больше на деревьях шушит деревья начнут отходить пойдет трава вот это тоже зацветет зацветается мелиса пробивается на стань он ее тоже по зацветает дорога вот он весь это все она сейчас пойдет в рост короче вот эти кустами 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 вот она такая штука большими такими кустами белыми цветочками мелкими засветется пчела гудеть будет тоже весею и начало июля на не до середины июля обычно году она медленно зацветает все короче этом году и пчелы медленно развивались и и это сам и растение тоже до сих пор цветет акация причем вместе с с лохом заглядите и уже вместе он с этой травой хотя она должна была за давно подсветать сейчас должна было быть уже перерыв такой потом трава пошла в этом году будет пись перерыва сейчас хочу вам показать сколько степи тарантула у нас каждый год да не надо идешь оставая них натыкаешься найдем на самом деле много тарантула я на пасеке уже залил в этом году и заливаю кипятком они на пасеку идут но норы роют и едят там челку получается мне приходится вот сейчас покажу вот нора тарантула видите такая дыра там живет паук крупная это самка сто процентов ядовитые пауки тарантула и их на самом деле очень много здесь вот так вот вокруг дома по степи их несколько сотен можно найти говорят они не селятся близко да все они селятся они весной когда у них сейчас размножение лесу они прямо делают понес к нор а вот сейчас покажу еще вот ведь вот еще одно это все пауки вот на раха не так и укрепляют с боков чтобы она не осыпалась вот и не только что вот заводил коз заводили вечера прохладнее стало но уже так я вам скажу не сильно холодно не так как был на днях совсем холодно короче вот ведь это все пучки это все зацветет так как она в этом году польза зацветет то я так чувствую что она будет чуть не до конца июля а вот еще один тарантул оказывается вот еще одна нора видите ядовитые пауки этого тарантула там внутри если туда этот полнопластилинчик на веревочку опустить его вытащить цепится огроменный паук мохнатый с большими клыками ядовитый вот эти смотрите говорят не сильно сайте они близко стоите 1 еще одна нора собака это гулять еще видела среди не смотри смотри 1 2 и 3 все крупные собака наступила раздавил на руку ты пошла с собакой гулять хочу показать сколько тарантула на пасеке уже в этом году больше сотки короче нашествие какое-то но они каждый год так но в этом году их реально много вся степь тарантулах в этом году посмотрим на него так вот выборочно выбирают какие-то места и прям как колониями в каждой там паук если долго сидеть наблюдать вот я на пасеке так раз сижу долго наблюдая туда вылазит паук если долго не двигаться это полынька это другая полы они там есть разная полынь лимонная таврическая горькая там еще короче разные полы не пока нет ну короче местами вот они любят жить и вот видите медонос это все медоносы он же вот-вот скоро зацветет но в этом году он запоздание зацветет и очень много мелких что то есть она пока вырастет покажет цветет пройдет еще куча времени вот со степени вот этот клачки степенно все зацветает поэтому взяток пошел уже он не остановится до конца лета это уже проверенная уже больше десяти лет здесь главная жара вот началась жара и пошел взяток сами заливка пошла пока было холодно ночные температуры были холодные медоносы слабо выделяли не но пчелы приносили увидели сами шабак вас принес магазин меда там я посмотрел еще и везде вот опять тарантул видела дочь вон тарантул смотри дочь и за дочь я покажу тебе и сюда весит это вот нора там живет паук ядовитый тарантул видишь аккуратно надо возле этих и постоянно говорю чтоб не лазер потому что они любят пальцами ковырять малые всякие дырочки ну что я с ними сделала он смотрите опять опять паук вот ведь у дыру он нару роет потом укрепляет и стенки мочит или как он там укрепляет стенки нет выжидаешь жертву кто-то бежит падает к нему нару он сужает если нет вылазит и идет охотиться ну я ж редко их вижу чтобы не вылазили но бывает у меня было даже прям во дворе лазер был как-то кадр такой что я машину делал босиком тапочках жена мне говорит стой не двигайся замер посмотри я повернулся у меня прям возле ноги огроменная самка тарантула бывают такие нюансы и змей куча вот вот этот медонос это тут и вообще куча него рассеялась его козы коровы не едят ну как коза его чуть-чуть щипает пока он еще молодой а потом уже не едят но это и хорошо и это тоже не едят она ядовитый для них или как считается но мед с него хорошо собирает нектар с этой штуки и мелиса естественно мелиса тоже самое интересное что такие вот медоносы интересные разнотраве и вот у нас их коровы козы не едят и это очень хорошо вокруг уедают а медоносы остается как-то так так как-то и пчеловодим погуляем перед сном сегодня поработали хорошо продуктивно смотрим еще это тоже возле дома близко тоже заливаю кипятком потому что реально если не контролирует численность их будет столько что просто сплошные дыры будто от одного укуса можно и кони двинуть не обязательно но вполне можно и помереть идем мы собакой погуляем вот у нас этих развлекуха вышли вот что такое село там в городе сейчас движение там трудом он над ним смог стоит и дело над городом смог какой стоит над городом смог какой дыма стоит прям как туман были над городом смог дыма стоит он город отсюда видно прямо город красноперекоп завод его телевышка все многоэтажки все видоси 15 километров сегодня видимость 20 километров по прогнозу такая красота есть у нас тут заката шикарной степи просто был здесь уже распала вот вечером хочется погулять выходе если погода хороша ходим гуляем по себе красота тишина село небольшое хуторок удрали из города и балдеем здоровья больше больше и вообще больше классно все нормально у нас в Крыму прорвемся всем пока пока